девчонки и мальчишки всем привет наконец-то в этом году я сподобилась снять первое видео и как ни крути хотела с хорошего начать с покупок но наболевшие с того года мне не дает покоя и в общем то я решила сегодня сделать так скажем плачевное опять же видео на обзоры шмоток с китайских сайтов выставлю свой вердикт в конце и как бы расскажу вам покажу практически все что я получила общем получилось так что сразу несколько магазинов что 5 наверно предложили мне в один и тот же вот прям мин писали друг за другом они видать как-то там базу передают всех клиентов так скажем потенциальных и в общем то ними предложили на обзор там кто 50 долларов кто 30 кто 25 в общем-то и так далее и тому подобное сразу хочу сказать в начале вот покажу вам вот это вот блузка она пришла с магазина ромби что я вам скажу про ромби когда я первый раз увидела обзор это вроде бы был с америки у саши обзор что ли еще я подумал что вообще американский магазин никак не думала что это китайский потому что все стоило дорого в общем то я думала что там даже есть брендовые вещи в общем абсолютно ничего не поняла потом когда уже все это дело в курила так скажем поняла что это китай когда уже как бы и сама там выбирала и поняла что эти же самые шмотки можно встретить на других сайтах но в два раза дешевле вообще этот магазин ромби это вообще что-то целая так скажем шайка лейка то же самое в принципе шанс сайт вроде бы до называются они толкают шмотки те же самые что есть на других китайских сайтах только в два раза дешевле то есть два раза дороже или в три и в общем то у них такая политика что они постоянно заставляют блогеров работать на них в общем рабы у них это блогеры они постоянно шлют письма рассылки значит выложи там пост значит помести в каком-то там вконтакте или в твиттере или еще где-то что у нас значит распродажа на какую-то вещь в общем-то работой на нас и мы пошлем тебе дополнительную халяву вот прямо так у меня и переводит это дополнительная халява дополнительная халява не закидали этими письмами я их сейчас всех спам в общем-то они приходят в общем они достали эти магазины они просто заставляют работать на себя посылая вот такие вот низкосортные шмотки выполненные из синтетики грубее сказать из нефти из полиэтилена из мусорных мешков из того чего нам не годно правильно мне написала моя подписчица что это все тараканья кровь потому что у таракана нет крови и они из ничего делают что-то помните летом всем посылали откровенные фейки магазин был откровен фейков меня просто закидали письма меня от них вообще уже не с каких только не писали аккаунтов это было просто насилие над блогером в общем то так что я вам еще хотела сказать да да и вот этот вот ромви это просто вообще идиотизм они еще мне оказывается сейчас я вообще один раз наверное только разместила когда еще все это не вкурила как бы у себя в контакте вроде бы их какую-то распродажу в общем эти идиоты еще мне вот эту шапочку выслали где-то она в пути в общем они хотят поработить весь мир видать чтоб все ходили в этих дурацких шапочках кстати она еще стоит почти 19 баксов это вообще кошмар из синтетики и чтоб все ходили и рекламировали на своей голове вот эту вот гадость никогда и ни за что не одену во себя я никому не советую в общем то вот это вот что я заказала с этого магазина размера моего у них не оказалось они решили просто отпороть его здесь какой тут был размер это наверняка эмка и в общем то послали мне как типа мой размер эльку ну ладно фигня все дело такую же блузку кстати я встретила на другом сайте не помню на каком она стоила в два раза дешевле блузку ужасного качества я вам скажу все у ней не ровно вот эти вот посмотрите один край вот такой вот длины это я специально соединила иголкой другой вот такой вот длины когда одеваешь конечно все это видно была дыра я даже зашивала пыталась вроде как думала может быть все таки сделать аутфит показать но потом уже окончательно поняла что все это хрень полная здесь торчат лески с одной стороны с другой стороны никуда они в общем то не деваются ужасно ужасное качество ужасный пошив мало того она была еще с воротником я сразу же его отпорола потому что вот так дурацкий это я одну только нашла вторую видать уже выкинула вот такой вот дурацкий был воротник весь неровно прошитый и вообще он с этой блузкой ужасно смотрелся в общем то жуть полная выкидываю без сожаления следующий магазин давайте шанс сайт если это я правильно произношу в общем там я заказала она мне даже сделала типа одолжение о я вам добавляю я вас спросила до 60 долларов а вы заказали за 70 вещь в общем то я заказала меховой жилет мех мне вообще порода неизвестная то ли это мы с мужем подумали хвосты кроликов жопких кроликов так скажем то ли это вообще собака какая-то в общем жилет когда надеваешь на себя это вообще какая-то жуть он вот такими вот в общем он был даже такими закудлатками которые я вычесывала обстригала пыталась что-то сделать с ним ну в общем то бесполезная трата времени он почему то не синий весь оказался а с черными еще какими-то вставками вот здесь вот вообще как будто горб потому что вот вроде бы идет мех идет а здесь раз и вот такой вот наплывчик вот так вот видите как вот это вот можно носить в общем то я тут хотела что-то подрезать ну ничего в общем когда надеваешь на себя такой как будто и на бизон идет или не знаю там мамонт вот да и пыталась исправить вчера все-таки у меня же ручки чешутся думаю может что-нибудь под хендмейд все равно одену так покреативлю ну в общем то вот это вот плечо пыталась исправить чтобы здесь это все не торчало но шила вчера целый вечер шила вот такой вот погон себе из бус от хендм но в принципе того чего хотела все равно не добиться вот две сто стоит разве это стоит своих денег вроде бы на камеру еще может быть более-менее но вот девчонки это вообще это что-то за две сто если бы я за свои деньги купила я бы не знаю что я с собой сделала после этого так магазина магазина точно как китайц говорю уже магазин роза хусейл роз хусейл да называется это вообще что-то послали мне колье все поломанное я его короче где-то оно у меня на реставрации не буду вам показывать но в инстаграме кто смотрит я выкладывала правда удалила уже фотографию что оно все поломанное пришло и без камушков причем трех камушков не было два было в пакете но одного вообще никак и вот такую вот хрень они мне прислали я увидела это у эстоняна она с ромби ей это посылали я решила значит заказать увидела на розе хусейла в общем из нее из этой гадости в общем вот это вот на ощупь это полиэтиленовый мешок это вообще что-то это самая низкосортная синтетика сделана из поделенных мешков я вам точно говорю везде торчат нитки жуткие вот это жуткое кружево цвета вообще поноса какого-то детского размер на школьницу у меня заканчивается вот возле попа вот это вот дело рукава заканчиваются возле локтя в общем жуть полная жуть цвет уже ну блин на камеру такой вроде бы ничего но камера у меня вообще у нее такая привычка что все она улучшает в общем-то и никак вам не показать вот эту вот хрень я сейчас же после просмотра то есть показываем и выкину потому что от нее воняет ужасно она ужасного качества она вообще не стоит ничего это просто вот половая тряпка у меня лучше чем вот эта вот хрень единственное из всех китайских сайтов что могу похвалить это пришла мне из мартов чайна вот эта вот сумка ну и то у меня большие сомнения буду ли я ее носить потому что здесь вот такие вот дыры ничем не закрытые да как бы но вот так вот на вид она вроде бы даже и ничего и своих денег 300 рублей она в принципе стоит вот вот там белая подкладка то у меня там просто лежит чтобы форму она как бы свою приняла вот как бы здесь вот в принципе никаких торчащих ниток но есть конечно огрешности все так прошито абы как но я думаю что за 300 рублей она как бы на свои 300 рублей сойдет вот мартов чайна в принципе да но вторую вещь которую они мне прислали это вообще что-то на фотографии была значит такая штука сделанная из перьев страусиных а мне прислали вот такую искусственную чебурашку которая стоит ну 250 рублей наверное 300 не больше вот и как бы единственное что можно надеть только дома когда холодно или я вообще не знаю в общем бесполезная вещь в общем то какой мой вердикт никогда больше я не буду делать обзоры на китайские шмотки потому что не хочу дом захламлять все это китайщины дешевой низкосортной сделанной из синтетики из отходов нефтяного производства из всякой гадости не хочу надевать на себя не хочу захламлять за эти деньги можно купить на распродаже даже хотя бы из вискозы и из хлопка приличные вещи и в принципе я никому не советую что-то заказывать там даже вот единственный сайт который вот тени идеал мне понравился кейс черный вот вы помните для косметики я заказала но он стоит неприлично дорого тысячу рублей когда в икее для кистей эта штука стоит такой органайзер 400 рублей так вот стоит ли переплачивать я думаю что не стоит в общем то вот весь мой обзор надеюсь все вам было понятно до скорой встречи всем пока